Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Начнем с воды. Да-да, той самой воды, которой мы с вами привыкли гордиться. Саровчанин без страха и с удовольствием пьет воду прямо из-под крана. А на приехавшего из-за колючки родственника, который по пути к кассе магазина непременно кладет в тележку пару бутылок артезианской, смотрит снисходительно и с улыбкой, мол, что с него взять. Не повезло человеку. К сожалению, в последнее время таких улыбок становится все меньше. Качество саровской воды упало, и это видно в буквальном смысле невооруженным взглядом, когда то, что льется из-под крана, иногда больше напоминает квас, а не дары природных источников. О проблемах, с которыми сталкивается саровский горводоканал, говорят не первый год. Хроническая нехватка денег, изношенные сети, низкие тарифы. Вопросы серьезные и простых ответов на них не существует. На минувшие недели водоснабжение в Сарове стало одной из главных тем повестки Думского комитета. О чем говорили народные избранники? Можно ли переломить негативный тренд? И сколько за это придется заплатить, узнали наши корреспонденты. Справедливая цена за кубометр холодной воды – 60 рублей. Об этом заявили представители компании АТЭК на очередном заседании Думского комитета. Действующий в Сарове тариф порядка 20 рублей. И даже если его поднять на пугающее 20-25%, проблем горводоканала это не решит. С точки зрения жизни тариф 25 рублей, да, наверное. Но на нем вы только сможете закрывать свою операционную. Ничего более. Если мы говорим о том, что какие-то ремонты еще, возможно даже некоторые замены, то это в районе 45 рублей. То есть это минимальный необходимый уровень. Если посмотреть по стране, уже достаточно многие регионы уже уходят на тариф под 60 рублей. Не только в ремонте, а в полной модернизации нуждаются абсолютно все объекты горводоканала. Водопроводные и канализационные сети в Сарове изношены более чем на 80%. Количество аварий и повреждений на них с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Водопроводная сеть, представленная чугунными и стальными трубопроводами, на полиэтилен приходится лишь 17% сети. Стальные чугунные трубопроводы находятся в эксплуатации больше 40 лет, давно исчерпали свой срок службы. В результате износа происходит часто разрывы сети, что приводит к потерям и снижению качества воды. Замутнению воды в том числе. По словам директора предприятия, ремонты делаются ежегодно, но в недостаточном объеме для того, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг. По сути, сегодня лишь устраняются последствия аварии и повреждений. Чтобы исправить ситуацию, нужны миллиарды рублей, которых у горводоканала нет. Доходов от действующих тарифов хватает только на поддержание текущей деятельности. Учитывая острой необходимости в обновлении модернизации существующих инженерных сетей и сложность в установлении экономических обоснованных тарифов, предлагаю рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций в муниципальную экономику. Администрация города ведет переговоры о заключении концессионного соглашения с дочерней компанией «Росатома» АТЭК. Что это значит для города? АТЭК вкладывает в модернизацию горводоканала порядка 2,7 миллиардов рублей. За пять лет приводит все сети в порядок, гарантирует высокое качество предоставляемых услуг и в течение 15 лет возвращает вложенные средства, устанавливая свои экономически обоснованные тарифы на водоснабжение и водоотведение. АТЭК предложили три сценария темпа роста тарифов. Каждый готовы обсудить с депутатами и найти оптимальный вариант. Одно, очевидно, наверняка в случае заключения концессионного соглашения цены на воду ощутимо поднимутся. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Еще одна больная тема, о которой мы сейчас расскажем, это, конечно, здравоохранение. На многих саровчан, особенно пожилого возраста, одно только упоминание КБ номер 50 действует как красная тряпка на быка. Канал 16 неоднократно рассказывал о тех проблемах, с которыми сталкивается медицина в Сарове. Нехватка узких специалистов, огромные очереди в регистратуре. Список можно продолжать, но не хочется. Проблемы надо решать и не перечислять их. На минувшей неделе мои коллеги лично пообщались с главным врачом КБ номер 50 Сергеем Оковым, чтобы узнать, как он видит нынешнее положение дел в Саровской медицине. В Сарове назрела острая проблема нехватки врачей узкого профиля. Отстояв очередь за талоном в городских поликлиниках, горожане получают неутешительный ответ в окне регистратуры. Записаться на прием не получится по причине отсутствия специалиста. После таких пессимистичных прогнозов кто-то отправляется в частные клиники, а кто-то остается ждать у моря погоды. Причем речь идет как о детях, так и о взрослом населении. Узкие специалисты, ну, можно сказать, некоторые отсутствуют, поэтому мы вынуждены практически постоянно обращаться к платным специалистам. Врачи-офтальмолог, невозможно записаться. К нервопатологам тоже проблемы большие. Грустно это все. Я просто сама врач. У нас руководство как говорит, не нравится, пишет заявление, увольняется. Очень много хороших докторов, к сожалению, вот так вот уезжают из города. Все трое наблюдаются по зрению. На данный момент нет. Но обещали через три недели, что появится специалист. Последний массовый прием врачей в ряды Саровской клинической больницы приходился аж на конец 80-х годов. И с того момента до середины 2000-х серьезных кадровых решений, призванных улучшить ситуацию, не предпринималось. Приток молодых специалистов начали налаживать только в последние пять лет. Ситуация еще хуже тем, что получить узкую специальность нужно только после прохождения ординатуры. Число этих мест в ординатуре сильно ограничено. Сейчас страна занимается политикой заполнить места врачей первичной медицинской помощи. Это участковых терапевтов и педиатров, которых по всей стране не хватает очень существенно. В детской поликлинике не работает эндокринолог и офтальмолог. Во взрослой нет нефролога. И это еще не полный список. Пациентов временно ведут терапевты или педиатры. В особо тяжелых случаях отправляют в Нижний Новгород. Но и с докторами общего профиля не все гладко. На 14 участках работает 6-7 врачей. Что касается офтальмолога в детскую поликлинику, я надеюсь, что мы в ближайшее время его примем. А вот по эндокринологу ситуация тяжелее. Решить кадровый вопрос вполне реально. Но далеко не каждый специалист поедет работать в закрытый город. Сегодня это непрестижно, считают опытные медики. Из 431 врача клинической больницы лишь 50 – это молодые специалисты. Медицинская помощь – это существенная часть социальной составляющей города. И это не только проблемы самой больницы, это еще и проблемы и городских властей. Еще одно следствие кадрового голода в саровских медицинских учреждениях – это очереди в регистратуру и возле кабинетов врачей. О том, как решают проблему записи на прием в поликлинике города, расскажем в ближайших выпусках новостей на канале 16. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Как и обещал, министр здравоохранения приехал в Саров и лично пообщался с гражданами. Чиновник так внезапно ворвался в информационное поле, что у меня по неволе возник вопрос – кто такой Антон Шаклунов? Примерно как у участников Давосского форума в далеком 2000-м, который задавали членам нашей делегации один и тот же вопрос – ху из мистера Путина? Как выяснилось, Антон Шаклунов – нейрохирург. Высшее образование получил в МГУ имени Ломоносова, том самом, который в Москве на Воробьевых горах. Работал в ней скорой помощи имени Склифосовского и других больницах столичного региона. С 2014-го занимал различные должности в Министерствах здравоохранения Московской области и Республики Крым. В январе этого года получил министерский портфель в Нижегородском правительстве. И вот спустя 8 месяцев приехал в Саров. С какими проблемами пришли к министру в Саровчане, и что он сам думает о состоянии городской медицины, узнали наши корреспонденты. Непривычная картина. У кабинета в коридоре первой поликлиники нет очереди. Желающие встретиться с министром здравоохранения региона приходят строго к назначенному времени. Беседа проходит за закрытыми дверями. По правилам, на прием одного человека отводится всего 10 минут. Я сюда пришел не для того, чтобы свои личные проблемы решать, а для того, чтобы решить проблему детей нашего города, несовершеннолетних. Я считаю, что КБ-50 не исполняет приказ Минздрава России номер 514Н о проведении профилактических осмотров для несовершеннолетних детей. Дмитрий Сумин пришел на прием к Антону Шеклунову одним из первых. Приготовил выдержки из документов и намерен донести до члена правительства области важную информацию. Судьба Саровской системы здравоохранения – самая популярная причина обращения на прием. Проблема у нас в городе одна, с медицинским обслуживанием. То и помощь нельзя получить. То есть проблема на проблеме. Я просто хотел министру маленько рассказать об этом и спросить, как так получилось, что на встрече с врачами, после якобы проведенной проверки, у нас местная часть спасает лично. В поликлиниках все меньше врача и узкого профиля, в очередях все больше людей, а в журналах ожидания все больше фамилий. Проблемы в Саровской клинической больнице есть, и они порождают вопросы. Личные встречи горожан с представителями правительства – реальная возможность получить ответы, а иногда даже решить частную проблему пациента. Ответа от министра здравоохранения я все-таки добился. То есть он ответил, что да, это проблема плохого руководства, когда так плохо работает система здравоохранения. По итогам встречи с горожанами министр Антон Шаклунов назвал главную проблему саровской медицины – это кадровый голод. Она стоит остро для всех регионов Нижегородской области. Сегодня полным ходом идет разработка программы привлечения специалистов в больницы региона, после запуска которой можно будет говорить и о решении других проблем. Я могу констатировать, что есть проблемы, особенно вот то, что выявилось, есть проблемы по записи к узким специалистам, по записи к терапевтам. В Сарове хоть действительно проблема кадровая есть, но она не такая острая, как в других районах области. То есть по среднему обеспечению врачами, например, в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области в целом это 33 на 10 тысяч, то в Сарове это 37, человек на 10 тысяч. Несмотря на специфичность города, проблемы саровских пациентов ничем не отличаются от проблем пациентов с большой земли, считает Антон Шаклунов. В системе здравоохранения сложно делить людей по уровню требований. Главный принцип контроля за положением дела – это постоянный мониторинг и получение обратной связи. Это даже не повышенные требования, а нормальные требования абсолютно. Они просто объясняются тем, что люди знают законы, знают свои права, и поэтому обращаются с этим и требуют, чтобы это было. Вот и все. Попасть на прием удалось далеко не всем желающим. Задать свои вопросы лично министру здравоохранения смогли чуть больше 10 человек. Однако работа с обращениями граждан продолжится и впредь. Из тех 13 человек, которые были на приеме, 10 пришли вполне с конкретными вопросами. Во большей части мы нашли решение этих вопросов. Трое выступили с такой критикой, которую тоже необходимо, наверное, учитывать в работе. И сейчас у нас есть твердое понимание, каким образом мы выстраиваем отношения с новым министром, с новым министерством здравоохранения. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Отоплением люди интересуются два раза. Осень не спрашивают, когда дадут, весной, когда отключат. Многим кажется, что подготовка к отопительному сезону начинается только тогда, когда показатели термометров напоминают, что холода не за горами. Но на самом деле коммунальные службы начинают все необходимые процедуры и ремонтные работы еще в мае. Ответственный запуск тепла в первую очередь лежит на специалистах администрации. Они отдают соответствующее распоряжение ТЭЦ и тепловым сетям, а те, в свою очередь, команду потребителям, то есть управляющим компанией. Отопительный сезон, как правило, начинается в конце сентября-начале октября, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже 8 градусов. А раньше начать тоже можем. В этом отношении каждый потребитель решает, когда запустить тепло в здание. Мы оцениваем, прежде всего, готовность теплоснабжающей организации заполнить системы отопления и подать ресурсы уже непосредственно к потребителям. Мониторинг среднесуточной температуры ведется сразу несколькими организациями. Департаментом городского хозяйства, в управлении ГОИЧС и НАТЭЦ. Подготовку к новому отопительному сезону теплоснабжающие организации и управляющие компании начинают сразу после его завершения. Теплоснабжающая организация должна подготовить, непосредственно провести мероприятие на источнике, на теплоэлектроцентрале, и подготовить все оборудование, и провести необходимые техпереворужения или какие-то мероприятия по модернизации пока вот такой межотопительный период. И в том числе должна подготовить все сети, которые у нас магистральные и внутриквартальные. Это те сети, по которым подается тепло до управляющих компаний. Те, в свою очередь, должны провести все необходимые работы внутри здания или многоквартирного дома. Как показывает практика, к середине сентября теплосетевая ТЭЦ готова к отопительному сезону на 100%. А вот готовы ли дома и учреждения, будет решать специальная комиссия, заседание которой пройдет 25 сентября. Работа не волк в лес не убежит, голосит старинная народная мудрость. В реальной жизни все несколько сложнее, и иногда за работой приходится побегать, а точнее в ее поисках. К счастью, соровчане могут рассчитывать на помощь и поддержку в этом непростом и, чего уж говорить, тревожном деле. На минувшей неделе в Центре занятости населения прошла традиционная ярмарка вакансий. Эта площадка позволила в одном месте собрать тех, кто ищет работу, и тех, кто готов ее предоставить. Более 500 человек ежегодно приходят в Центр занятости населения на ярмарку вакансий. И далеко не всегда посетители – это официально зарегистрированные безработные. Многие посещают ее для того, чтобы быть в курсе, какие специалисты требуются в той или иной сфере, улучшить существующие условия своего труда или попробовать себя в другой специальности. В этом году самые частые соискатели – это вчерашние студенты. Здесь непосредственно живое общение преобладает. Можно сразу разъяснить все какие-то моменты, нюансы. Несмотря на бурное развитие рекрутинговых сайтов, в сети интернет с каждым годом на ярмарку приходит все больше посетителей. По мнению директора Центра занятости Лидии Корнеевой, очная форма общения между работодателем и соискателем – это мощный инструмент для поиска работы. Это одна из возможностей, когда в контакт конкретно входит и работодатель, и работник, который может здесь узнать о ситуации на рынке труда, а работодатель, имеющий определенные вакансии, предложить рабочее место. Традиционно на ярмарке преобладают вакансии рабочих специальностей, но есть работы и для поваров, и специалистов в сфере обслуживания, управления персоналом и других. Инженер-конструктор – это врачи различного профиля, и акушеры, и терапевты, и также, будем говорить, начальники определенных отделов. Официально в Сарове зарегистрировано около 200 безработных, но ежедневно работу ищут, рассылают резюме и ходят на собеседование около полутора тысяч граждан. И как нам рассказали соискатели, ярмарка вакансии – это отличная возможность побывать на нескольких собеседованиях сразу. На минувшей неделе в Сарове можно было наблюдать необычную картину – полиция, мигалки, оцепленная территория. Прямо как в фильме «Смертельное оружие», где негодяи заминировали туалет одного из главных героев. У нас, конечно, было попроще. Вместо туалета – автомобиль, а вместо бомбы – сумка. Но стражи правопорядка не стали рисковать и отнеслись к подозрительному предмету со всей серьезностью. Что было в той сумке и по какому алгоритму в таких ситуациях должны действовать экстренные службы – расскажем далее. Бдительные граждане сообщили в дежурную часть полиции, что между торговым центром «Севен» и домом номер 11 по улице Московской находится бесхозная спортивная сумка. На место происшествия немедленно был отправлен наряд патруля для проверки информации. Данной информации передается обязательно в дежурную часть межмуниципального управления. И для проверки данной информации на место направляется любой наряд, который находится близко к месту оборужения. Территорию вокруг подозрительной сумки отцепили. В спецоперации по обезврежению потенциально опасного предмета были задействованы все силовые структуры нашего города. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и Федеральной службы безопасности. Дежурила скорая медицинская помощь. Мы всегда работаем, как будто происходит реальное обнаружение взрывного устройства, оцепление места, удаление жителей нашего города, чтобы в случае, если вдруг там реально что-то есть, чтобы никто не пострадал. Сотрудники кинологической службы со служебной собакой осмотрели подозрительную сумку на предмет взрывчатого вещества. Наблюдавшие за действиями специалистов соровчане облегченно вздохнули, когда собака совершенно равнодушно обнюхала сумку и отошла. Это значит, что внутри нет ничего опасного. Задача кинолога сигнализировать, есть там взрывчатые вещества или нет там взрывчатого вещества, а принять решение на открывание этой сумки и осмотр ее у старшей следственной оперативной группы. Следователи обнаружили внутри сумки банки с домашними заготовками. Ситуация разрешилась вполне благополучно. Сотрудники полиции еще раз напоминают, что о подозрительных предметах следует сообщать в правоохранительные органы. Любителей громкой музыки ждет административная ответственность. Саровская полиция вновь получила право составлять протоколы за нарушение тишины, а также за нахождение несовершеннолетних вне дома в ночное время без сопровождения родителей и нарушение правил проведения массовых культурных и спортивных мероприятий. Постоянный ремонт, прослушивание громкой музыки в автомобиле у подъезда. Ежедневно в дежурную часть полиции поступают заявления от горожан о том, что их соседи мешают отдыхать. Раньше сотрудники правопорядка ничего не могли сделать с нарушителями тишины. Но уже сегодня за такое поведение шумные сыровчане могут получить штраф в размере от 1000 рублей. Но привлечь недобросовестного соседа к административной ответственности анонимно не получится. Для того, чтобы в полиции могли составить протокол, необходимо письменное заявление от того, кому мешают отдыхать. После чего собирается полный перечень необходимых материалов, опрашивают свидетеля, очевидцы и так далее. И после этого, если в действии граждан усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотрен кодексом административного правонарушения Нижегородской области 2.13 нарушения тишины, то сотрудники полиции составляют протокол и данный протокол в течение трех суток направляют для рассмотрения в мировые суды. Причем работает закон о тишине не только в ночное время. Существует в регионе и понятие дневного тихого часа, в который шуметь также запрещается. Это с 12.30 до 15.00 часов. Что касается нахождения несовершеннолетних в ночное время вне дома одних. Раньше сотрудники полиции могли лишь собрать материалы по такому ребенку и направить их в специальную комиссию. В настоящее время, если такое лицо задерживается, с полиции вызываются его законы представителей несовершеннолетнего и в отношении данных родителей составляется протокол. После чего такой протокол направят для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. В Нижегородской области подсчитали тех, кто уже успел отравиться грибами. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в больницы с симптомами интоксикации попали 19 человек. Медики напоминают, что тяжелее всего отравление грибами переносят дети. В юном организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому детей в возрасте до 14 лет не рекомендуют кормить грибами. Каких еще правил необходимо придерживаться, чтобы избежать несчастных случаев, узнали мои коллеги. Ежегодно тысячи россиян обращаются за медицинской помощью после того, как попробовали то или иное блюдо с грибами. В Нижегородской области уже зарегистрировано 19 таких случаев. При этом причиной отравления становятся не только ядовитые грибы, но и привычные всем подберезовики и сыроежки. Вот только собраны они были неправильно. Собирать нужные грибы вдали от дорог, автомагистрали, желательно в экологически чистых районах, вне населенных мест. Собирать грибы лучше в плетеные корзины, не в полиэтиленовые пакеты, так они долго будут сохранять свою форму и не будут портиться. Обязательно грибы нужно подвергнуть кулинарной обработке в день сбора. К безусловно съедобным грибам относят только белые грузди и рыжики. Их можно готовить без предварительного отваривания. Если вы не любитель по несколько часов ходить по лесам и предпочитаете не собирать грибы, а покупать, это не значит, что отравление вас точно не коснется. Нельзя покупать грибы и приготовленные, особенно в банках с закатанными крышками, сушеные, соленые, то есть любым способом приготовленные у случайных лиц в местах стихийной и несанкционированной торговли. Приобретая грибы на рынках или ярмарках, спрашивают у продавцов о наличии специального разрешения, которое они должны получать после проведения экспертизы, перед тем, как выложить грибы на прилавки. Такое разрешение говорит о качестве продуктов. Если вы покупаете уже собранные грибы в продовольственной торговле, в предприятиях, то здесь нужно обращать внимание на целостность упаковки, на внешний вид грибов, естественно, тоже. И обязательно нужно смотреть, есть ли информация о товаре на упаковке. Тяжелее всего отравление грибами переносят дети до 14 лет, потому что в организме ребенка еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Также блюдо из грибов не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. В октябре в нашем городе на базе детской школы искусств номер 2 пройдет 8-й фестиваль керамики «Живая глина». Почти 20 лет это событие собирает на своих площадках профессионалов и любителей искусства. В прошлом году конкурс приобрел статус областного и проводится при поддержке учебно-методического центра художественного образования Нижегородской области. Уже более 20 лет детской школе искусств номер 2 работает отделение художественной керамики. За это время юные керамисты много раз становились лауреатами и дипломантами региональных, всероссийских и международных конкурсов декоративно-прикладного творчества. За высокие достижения на фестивалях и выставках воспитанников отмечали грантами города Сарова и премиями губернатора Нижегородской области. Этот богатый опыт работы этого отделения, наверное, позволяет нам проводить такого рода мероприятия, объединять людей-керамистов со всей Нижегородской области и даже России. Мастерству художника-керамиста ребят обучают опытные преподаватели, для которых это искусство стало частью жизни. И эту любовь они передают своим воспитанникам. Инна Мельхина считает, что Саров по праву на протяжении стольких лет принимает на своей территории мастеров керамики. У нас достаточно сильная керамика, мощная. Я считаю, что удивительно, что в таком небольшом городке так много керамики, так много керамистов и желающих заниматься керамикой. Интерьерная керамика, вазы, израсцы, декоративное панно – это далеко не полный перечень номинаций, в которых участники могут представить свои работы. В этом году фестиваль посвящен творчеству Пушкина, и работы по мотивам произведений великого классика будут оцениваться в специальной категории, там, на неведомых дорожках. Принять участие в фестивале может любой желающий. До 10 октября свои поделки с глиной нужно принести в ДШИ номер 2 и заполнить заявку на участие. В Удмуртской республике прошел слет военно-патриотических клубов «Молодежный арсенал-2018». В нем приняли участие более 150 юношей и девушек из разных регионов России. Школьники прошли курс военно-специальной подготовки, ответили на вопросы интеллектуальных игр. Наш город на слете представили команды 10-й и 16-й школ. Научиться преодолевать свои страхи, доверять кому-то кроме себя, ставить интересы команды выше собственных. Ребятам из команды «Шанс» понадобилось для этого три соревновательных дня. Шестиклассница Лиза Чернова, чтобы не подвести своих товарищей, собрала волю в кулак и совершила сплав по реке. Больше всего мне запомнилось то, как я похорила страх воды. Мы плавали на лодке, а я очень боялась этого. На слете военно-патриотических клубов в Глазове ребята доказали в первую очередь себе, что они настоящая команда и способны вступить в борьбу за главный приз. В этот раз не получилось вырваться в лидера, так как подготовка соперников из других городов была выше. Андрей Зоркин считает, что если учесть все допущенные ошибки, победа будет вполне достижима. Я патриот души, и мне хотелось больше познать вот этих занятий, помочь нашим участникам. На слете с ребятами занимались опытные инструкторы и педагоги. На занятиях их обучали навыкам парашютного спорта, работе спасателя при захвате здания, мерам безопасности на воде. Но в любых заданиях проверяли слаженность действий и умение работать в команде. Максиму Зорькину больше всего запомнили соревнования веревочного курса. На веревочном курсе было больше 10 испытаний, и каждые из них были очень трудные. Каждая из них проверяла людей на команду. Обсуждая итоги слета военно-патриотических клубов на занятиях, ребята все еще делились впечатлениями о соревновании. Что получилось, а что нет, где нужно подтянуть теорию, а где отработать практические навыки. Я планирую еще участвовать в таких мероприятиях. До следующего мероприятия осталось еще достаточно много времени, и я планирую за это время потянуть свою физическую форму и знания. Кроме физической подготовки, ребята участвовали и в интеллектуальных викторинах. Здесь саровские школьники обошли своих ровесников в знаниях истории и заняли первое место в игре, посвященной событиям Великой Отечественной войны. День бега в Сарове отметили кроссом нации. Спортивный праздник, который прошел на лыжной базе, собрал несколько тысяч саровчан. Воспитанники детских садов и школ, студенты и военнослужащие, чиновники и работники ядерного центра. Всего на старт вышли около 3,5 тысяч любителей здорового образа жизни. А всего по стороне День бега отметили более полутора миллионов человек. Позитивных эмоций гостям лыжной базы добавили памятные подарки и многочисленные интерактивные площадки и конкурсы. На старт! Марч! Старт второму забегу дан на дистанции ученики начальных классов. Возможно, среди этих школьников будущие чемпионы и надежды саровского спорта. А пока они часть большого ежегодного спортивного праздника кросс-наций. Во всероссийской акции наш город принимает участие в 15-й раз. Я желаю вам сегодня получить удовольствие от этого великолепного праздника. Сегодня и погода нам благоприятствует. И все, кто сегодня вышел на дорожку, все получат удовольствие. Для одних главный принцип участия в большом спортивном празднике – главное не победа, а участие. Другие же пришли на лыжную базу только за победой. На дне бега нет медалей и пьедестала почета. Главный результат для всех любителей спорта – это победа над собой и преодоление ранее поставленных рекордов. Я обогнал многих своих одноклассников. Я вообще сюда пришел, чтобы побегать. Для здоровья очень полезно. Спорт тренирует не только тело, но и дух. Уверены участники дня бега. Самые юные легкоатлеты преодолели дистанцию 500 метров. Ребята постарше пробежали 1 километр, старшеклассники – 2 километра. А военнослужащие и работники городских предприятий пробежали символическую дистанцию – 2018 метров. Несмотря на возраст и уровень физической подготовки на финише, эмоции у всех участников забега были только положительными. Это была очень долгая легкая пробежечка. Но ее легкой это не назвать, потому что я, если честно, только второй раз бегаю. И это как бы для меня только в новинку. Бег полезен человеку, он укрепляет иммунитет и здоровье лучше становится. И человек очень, ну как, если его кто-то догонять будет, он будет в разных соревнованиях участвовать, побеждать все время. Для всех участников кросса нации на финише работала полевая кухня, где каждый желающий мог отведать свежего горячего чая. А для юных спортсменов и их родителей педагоги центра внешкольной работы подготовили интересные игровые площадки. И завершим этот выпуск мы небольшим, но долгожданным анонсом. В Ледовый дворец после летнего перерыва возвращаются сеансы массового катания. К новому сезону на Ледовой арене провели косметический ремонт и подновили лед. Какие еще приятные сюрпризы подготовили для саровчан, узнаем прямо сейчас. Один из лучших вариантов для осеннего вечера выходного дня – массовое катание. На Ледовой арене знакомятся и назначают свидание, встречаются с друзьями или просто катаются на коньках в свое удовольствие. Свои двери для любителей коньков Ледовый дворец открывает уже в эти выходные. Мы планируем поднять на новый уровень саму организацию сеансов массового катания. Мы также сделаем их не только для детей и подростков, но и для взрослых, кому от 30. По задумке администрации дворца сеансы для детей и подростков будут по традиции начинаться по выходным в 20 часов. Старшему поколению будет предложен сеанс в 22.00 и проходить он будет под любимые хиты 80-х и 90-х годов. Обычно это был день народного единства накануне дня праздника защитников Отечества и перед 8 марта. Сейчас мы будем стараться эти сеансы увеличивать. В прокате есть коньки всех размеров. Все, что необходимо взять с собой – это хорошее настроение и компанию друзей. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. До встречи через неделю.